Возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио «Болтком. Подоплёка». Да, здравствуйте ещё раз, уважаемые слушатели. Программа начинается «Подоплёка». Сегодня проведёт её не Людмила Прибыльская, а постоянная ведущая, а я Олег Пьека. Телефоны в нашей студии зато не изменились, они остались прежними. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Писать можно также на WhatsApp. Я напоминаю, его номер 2-3-0-6-1-9-1. Задавайте ваши вопросы нашему гостю. А сегодня мы поговорим об интеграции в мировую науку и о рейтинге Латвийского университета с профессором Латвийского университета и политологом Янисом Экстенсом. Добрый день. Здравствуйте, господин Экстенс. Добрый день. Вот вы отмечали в своём твиттере, что Латвийский университет поднялся в рейтинге Балтийских университетов на второе место. И каким образом нам это удалось, учитывая всё-таки неблагоприятную тенденцию того, что финансирование науки в Латвии занимает одно из последних мест в ЕС? Ну, в первую очередь, страннее. Как бы это странно ни выглядеть, дело на это как раз так. Но всё-таки коллеги, мои университетские коллеги, они стараются изо всех сил, потому что им не безразлично, как оценивается Латвийский университет. И, конечно, они делают то, что, так сказать, им по силу. Конечно, там есть и другие причины. Там есть и то, что мы всё-таки стараемся работать над своей репутацией. Мы стараемся упразднить свою структуру. Мы стараемся сделать университет более эффективным. И я думаю, что эта совокупность факторов привела к тому, что наш рейтинг улучшился. Можно сказать, что не благодаря, а вопреки государству. Ну, в какой-то мере, да. Конечно, та политика финансирования, которая проводилась и проводится и по сей день, то есть она проводилась как минимум последние где-то 12 лет, но ни в коей мере не способствует тому, чтобы достичь каких-то больших вершин, как в научной работе, так и в рейтинговых таблицах. Но, как я уже говорил, мы просто стараемся. Стараемся сделать то, что мы можем. Вы упомянули фразу «сделать более эффективным управление университетом». А что под этим подразумевается? Какие реформы, какие изменения происходили в последнее время? Насколько это могло улучшить эффективность? В первую очередь это связано с тем, что все-таки были упразднены некоторые административные функции, что немаловажно, университет провел такой аудит своей недвижимости. И я думаю, те, которые за этим следят, знают, что университет выставил на продажу несколько своих объектов недвижимости. И это, конечно, тоже помогает как раз в этой эффективности. И, конечно, там есть такие нюансы, которых объяснить даже налатышкам не было легко. Но, так сказать, придется поверить на слово, что все-таки там что-то происходит и есть перемены к лучшему. Ну, хорошо, поверим на слово, тем более, что действительно мы видим результаты на практике. Но вот ваша тематика социальной науки, мы видим как раз-таки в этой сфере продолжаемую какую-то вот даже, ну, на мой взгляд, даже специально создаваемую разобщенность между властью и народом. И в том числе мы видим попытки вот со стороны власти управлять информационным пространством. И это происходит, в частности, благодаря каким-то инструментам госфинансирования. Вот каким образом вы оцениваете попытки оказывания такого рода давления? И к чему это может привести? Ну, я бы не назвал это каким-то особым давлением. Ну, то есть, мы не можем просто предполагать, что, скажем, там Латвия живет в каком-то политическом вакууме. И, ну, то есть, мы одни только на свете. То есть, ну, есть какие-то конкретные глобальные, политические, информационные и другие тенденции, на которые Латвия, если Латвия как государство хочет сохраниться, должно реагировать. И, ну, так сказать, не мне вам рассказывать об разного рода дезинформации и разных каналах, которые используются для распространения дезинформации. И я думаю, что Латвия старается как-то на это реагировать и старается усилить, скажем так, наверное, это является более подходящим словом, усилить вот свое информационное пространство и защитить те демократические ценности, которые таким или другим образом включены в Латвийскую конституцию. Ну, так вы выражаетесь очень осторожно и обтекаемо. Но вот что значит защитить информационное пространство? Нет ли здесь, ну, противоречия с какими-то распространениями, свободой распространения информации? Вот где эти границы? Потому что мы видим, что, в принципе, во всем мире, в принципе, похожая тенденция, и люди, может быть, даже уже боятся выражать какую-то свою точку зрения в социальных сетях, ну, как-то четко обозначать свою позицию, потому что, ну, никто не знает, чем обернется через какое-то время его высказывания. Высказывания мы, ну, прекрасно помним, что сейчас вот скандалы разгораются даже по поводу того, что человек высказывал 6, 7, 8 лет назад в социальных сетях, и вот это припоминают, и человек, может быть, уже так и не думает, но, тем не менее, ему приходится оправдываться. Ну, я не знаю, что вы подразумеваете под как раз этим давним высказыванием. По-моему, что-то в этом роде было в России или в Беларуси, я сейчас точно не скажу. Но, насколько мне известно, там, в Латвии, по-моему, никого не уволили из-за того, что там он 8 лет назад как-то выразился каким-то конкретным образом, не знаю, там, о Трампе или о России или о ком или чем-нибудь еще. Но то, что вот эта тенденция, усиление, скажем так, оно присуще, я думаю, что это довольно ясно. И в Латвии просто следует этой тенденции. Я не думаю, что у нас там, ну, так сказать, что-либо, даже отдаленно похоже на некоторые другие государства. Какие, например? Ну, даже, скажем, там, Венгрия. То есть у нас более спокойная либеральная политика по отношению к этому? Куда более. Хорошо. Если говорить о языке науки, вот, ну, мы говорим об усилении роли латышского государственного языка в Латвии, тем не менее, вот, язык науки, который сейчас, ну, когда-то был немецкий, затем английский. Вот каким образом нужен ли вообще какой-то единый язык науки? В чем проблема в том, что вот усиление латышского языка может ли привести к каким-то сложностям в коммуникации, в общении между учеными? То есть публикации научных работ и так далее? Я думаю, что ученые, которые работают на маленьких языках, то есть у которых родной язык, ну, скажем, такой маленький язык, то есть язык, который повседневно используется довольно небольшим числом, ну, латышский, конечно, не является таким. У них, ну, появляется еще одна функция, скажем так, в отношении с обществом, и это функция развивать терминологию на своем родном языке, то есть профессиональная терминология, то, что, ну, наука, я считаю, что все-таки сегодня английский, это является языком науки, то есть, ну, глобальная всемирная наука в основном работает на английском. А почему? Ну, не знаю, но так получилось, по крайней мере, в социальных науках это так. Да, а произошло? Все главные журналы, они публикуются на английском, есть, конечно, на немецком, есть на французском, есть на китайском, но в любом случае главный журнал это как раз английский. Я думаю, что это связано с тем, что, ну, в каком-то, на каком-то промежутке просто вот эти публикации, эти журналы, они были, ну, учреждены на английском. И от этого все и пошло. Но я, конечно, не историк науки, я не смогу вам дать исчерпывающий ответ на то, почему это так получилось, но это даже, может быть, не важно. Важно то, что вот маленькие народы, ученые маленьких народов, они должны и развивать вот эту терминологию, потому что просто, ну, надо как-то уметь выразить свою мысль, ну, скажем, там даже студентам объяснить, и рассказать, что и как, и почему. И, конечно, не только студентам, но и более широкому обществу. Так что это очень важно. Я думаю, что мы все-таки, ну, об этом, ну, не то что забываем, но думаем и действуем недостаточно. А каким образом это сделать? То есть можно ли говорить о том, что англицизмы, которые входят в нашу речь и на бытовом уровне, то есть очень много людей, особенно молодежи, используют как раз-таки аналоги английских слов, хотя существуют и в родном языке похожие понятия. Эта проблема озабочена, я знаю, во всех странах, и в Германии, и во Франции, и в той же России, где тоже, ну, жалуются на то, что молодежь забывает слова родного языка в ущерб английскому. Вот нужно ли, кто должен заниматься этим? Это должны делать сами ученые, Центр госязыка. Каким образом это должно происходить? Ну, я думаю, что это более широкая проблема. Это уже выходит далеко за рамки профессиональной терминологии. Это, ну, не знаю, это, наверное, культура языка или использование языка. Ну, по-моему, как я понимаю, ну, там как минимум два таких больших фактора. Во-первых, молодые люди сейчас, думаю, что в основном живут в таком информационном пространстве, где английский является, ну, как бы, lingua franca. То есть, ну, все, так сказать, популярная культура, она на английском. Ну, по крайней мере, вот в этой части света она на английском. И всякие там, ну, культурные цитаты, выражения и так далее, и так далее, они вот связаны с этим контекстом. И, ну, молодые люди между собой общаются, вот используя эти средства коммуникации, скажем так. Это раз, и второе, ну, кажется, что вот использование таких англицизмов, ну, считается, ну, не знаю, на русском это, может быть, можно назвать круто. Вот я там вот могу вот так вот выразиться, вот я знаю вот такое-то слово, вот, и это круто. А говорить на, скажем, там, на правильном литературном матушеском языке, ну, это там в школе там учат, там какие-то там старые книжки надо читать. Ну, это совсем не круто. Ну, это так. Но является ли вот это угрозой для языка, такое массированное проникновение слов, которые пришли из другого языка и которые, может быть, даже меняют отчасти язык? Ну, по крайней мере, это является угрозой качественного языка. Ну, то есть, ну, если мы говорим о каком-то качестве языка, ну, то, конечно, есть огромная, ну, огромная разница между тем, ну, как, например, я могу выразить свою мысль на русском, и как вы это можете сделать? И я считаю, что, ну, то есть человек, который живет в Латвии, у которого латышки являются родным, но он все-таки должен выражаться, ну, таким очень качественным образом. Особенно, если ты, скажем, там, окончил ВОЗ и там претендуешь на какую-то там, ну, более такую важную функцию, ну, ты должен уметь латышский язык владеть им безукоризненно. Можно ли говорить, что в сфере науки все-таки латышский язык испытывает вот большое давление английского языка, учитывая, ну, то, что, как вы говорите, что английский является международным языком ученых, и общаясь просто с другими учеными, они обсуждают проблемы на чужом языке, и таким образом получается действительно, что, может быть, нет каких-то аналогов, терминал научной терминологии на латышском языке? Есть, конечно, комиссии терминологии, и мы стараемся как-то вот этот дефицит уменьшать, но, с другой стороны, термин рождается чуть ли не каждый день, и проследить за всем этим развитием очень трудно, очень трудно. Но так как я думаю, что одним важным фактором является то, что все-таки многие и абсолютное большинство программ в вузах, они все-таки на латышском, и, как бы то ни было, но ученые, которые читают лекции, они просто должны создавать эту терминологию, чтобы суметь прочесть лекции и провести семинар. Ну и эта роль, получается, отведена ученым или терминологическим комиссиям? Потому что для того, чтобы термин, который адаптирует один ученый, он стал общепринятым в латышском языке? Ну да, и как это часто бывает, так сказать, в научной среде, ну там есть разные нюансы, есть такие разногласия, ну, может быть, это можно так назвать, а может быть, это все-таки по-другому назвать. А вот мне кажется, что необходимо как раз вот так, но там есть, ну, какого-то рода и, ну, такие личные амбиции у, ну, там, отдельных ученых, которые вот читают вот такое слово, вот это самое-самое точное, да? И, может быть, это не приживается, это термин, и, ну, это есть у нас такие хорошие термин на латышском, по-моему, которые прижились, а есть которые, ну, которые не очень, которые, не знаю, есть ли такое выражение на русском, резать в уши? Да, режет ухо, говорят так вот. Да, режет ухо, да, вот, ну, есть и такие. А как вы считаете, это время показывает, что приживается термин или нет, или можно все-таки вот, ну, как бы, законодательно закрепить и заставить? Нет, я думаю, законодательством там очень трудно что-нибудь закрепить. Я думаю, что это только, ну, практика, вот как это слово, или оно, ну, приживается, живет в языке или нет. Я думаю, там законами ничего не сделаешь. То есть, получается, что для латвийской науки, для латвийской науки очень важно использование своей терминологии и вот эта адаптация терминов из других языков именно к своему языку, и это способствует развитию науки или вызывает? Видео, ну, это не столько вопрос развития науки, как вопрос развития языка и развития общества, потому что наука, она все-таки будет, ну, крайней мере, социальной наукой, я не знаю, как, например, гуманитарной, но я думаю, что социальные и естественные науки, они будут развиваться, как науки, они будут, конечно, развиваться на английском вместе с теми публикациями, которые публикуются на английском, но есть целый ряд публикаций, которые направлены на, скажем там, или на латвийское общество, или на латышей более, так сказать, или латышеско-язычных, да, и вот в этой ситуации или для этой функции латвийская терминология, латышеская терминология очень-очень важна, и, конечно, и для госуправления, потому что, ну, там же законы пока еще пишутся на латышеском. Вот, говоря про госуправление, действительно, язык, которым пишутся законы, многие жалуются о том, что даже те, для кого латышский язык родной, им сложно понимать, ну, достаточно такой тяжелый язык, которым пишутся законы, и даже существует целое движение, которое призывает упрощать и более так растолковывать эти законы. Как вы оцениваете вот коммуникацию власти вот и общества именно из-за этого сложного языка? То есть, если людям сложно воспринимать информацию в юридических терминах, в какой-то специфических, ну, так, канцелярский, может быть, вот по-русски говорят канцелярский язык, которым часто пишутся законы? Ну, я бы это все-таки разделил, вот эти проблемы. Один вопрос – это язык, форма, на котором пишутся законы. И там, я думаю, очень часто такие, ну, вязкие, трудные, сложные, может быть, даже непонятные конструкции направлены на то, чтобы там максимально точно выразить мысль, юридически правильно, чтобы там это все было бы не двухсмысленно и так далее, и так далее. И это одна сторона, или один вопрос, а другой вопрос – как чиновники и политики, ну, в основном политики, как они говорят о том, что происходит в политике, какие решения принимаются, какие там законы и так далее, и так далее. Вот это уже другой вопрос, это, конечно, проблема весьма не новая, скажем так. Я как-то припоминаю, думаю, что это было лет, может быть, 10, даже 15 тому назад, латвийский молодежный совет, вот так он и назывался, даже проводил такие, ну, не конкурсы, такие проекты, и суть этих проектов была, что молодые люди следили за конкретными политиками, как они говорили, как они, так сказать, выражали свои мысли, и оценивали, вот, что они понимают, что они не понимают, насколько тот или другой политик понятен, скажем так. И там эти заключения были, ну, таки, не очень комплементарны для политиков, что они уже тогда говорили сложно, даже не то, чтобы они говорили очень обтекаемо, но они вот как раз довольно непонятливо выражались. Ну, вот и как раз, да, хотел спросить, разница между тем, что можно выразить, ну, позицию сложно, а можно просто обтекаемо, да, мы, конечно, за все, ну, то есть вот за все хорошее против всего плохого, это все понимают, что за этими словами ничего не стоит. А вот как вы оцениваете все-таки вот эту коммуникацию чиновников и политиков с обществом, насколько вам кажется, что эта коммуникация, где политики объясняют решения, может быть, даже непопулярные решения, но если их объяснить, что обществу, что это необходимый шаг, потому что иначе может привести к еще более сложным последствиям, вот в нашем обществе, как вы оцениваете уровень и, может быть, какие, вот, не знаю, различные министерства лучше, а какие хуже коммуницируют? Ну, я думаю, там можно найти примеры и хорошей, и плохой коммуникации. Ну, конечно, сейчас у всех на устах ковиды, как правительству, так сказать, неважно это все, этим процессом руководить. Да, можно согласиться, но я думаю, что там есть и другой аспект, там есть аспект того, что, ну, не только наши политики, но многие, я даже думаю, что политики всего света, ну, так же, как и ученые, они толком не понимали, что происходит, как с этим бороться, и поэтому была, ну, какая-то непоследственная политика. То есть, она непоследовательная, да. Непоследовательная, да. Ну, там, так сказать, мероприятия менялись, там, через буквально несколько дней, и это создавало впечатление хаоса. Ну, когда говорят политики, вот сейчас, я думаю, ну, за какие-то последние, ну, скажем, полгода, когда они говорят, друзья, все плохо, надо вакцинироваться, если они там не будут вакцинироваться, то будет там то-то и то-то и то-то. Ну, довольно, так сказать, картина ясная, скажем так. А тогда это уже интерпретируется как давление, как шантаж, выкручивание рук, и опять все плохо. Ну, я думаю, что, ну, если нам не нравятся политики, ну, или политики вообще, или какие-то конкретные, ну, тогда не надо винить коммуникации. То есть, ну, политики стараются, так сказать, очертить то, как, какие последствия могут быть тем или иным шагом, и, ну, нам это может не нравиться, но ситуация такая, какая она есть. Ну, мне кажется, что как раз вы вот в газете Дена высказывали мнение о том, что низкие темпы вакцинации как раз и связаны с недоверием народа к власти, и вот это вызывает как раз-таки проблему вот в коммуникации, потому что люди, ну, склонны считать, что политики их в очередной раз обманывают, и вот как выйти из этого тупика? Ну, из этого тупика выйти непросто, и это не только вопрос о вакцинации, это более широкий вопрос, который затрагивает очень-очень много сфер, так как это недоверие к политикам, к политике как сфер действия человеческой. Это нельзя, это, так сказать, отсутствие дверей, это нельзя решить там одной рекламной кампании, это нельзя решить там за месяц или за три месяца. Это долгий процесс, который требует, ну, инвестиций, но не только таких каких-то финансовых инвестиций, но это требует, в первую очередь, результатов, результатов, которые положительно оценивается обществом. Ну, не всем может быть обществом, но абсолютным большинством обществ, что люди видят, что, так сказать, правительство, ну, там, парламент, правительство, политики в более широком смысле, что они действуют на благо народа, на благо общества. То есть это такая стандартная формулировка вопросов в опросах, которые проводятся с циологами. И я думаю, что это, в принципе, ключевой фактор. Это, ну, скажем так, моя гипотеза, мое предположение, не могу привести конкретные, скажем, там, какие-то там данные из опросов, но вот наблюдая за политикой, там, уже, ну, не знаю, там, 25, скажем так, лет, ну, такое впечатление у меня создается. Ну, вот скажите, не является ли, вот, один, по-моему, российский вот деятель высказал даже такую мысль о том, что политик, который говорит правду, он в заведомо проигрышной ситуации, потому что, ну, часто бывает правда неприятная, или, ну, не та, которая не хочет слышать его избиратель, а политик, который заведомо может соврать, ну, или сказать, что все будет сделано, а затем просто ему нужно будет придумать объяснение, почему он это не сделал, ему гораздо легче победить на выем. То есть, вот, политика сама по себе подталкивает все-таки вот к нечестности, скажем, людей, которые туда приходят. Ну, ну, я не очень-то с вами согласен, не очень-то, да, есть какие-то краткосрочные победы, быстрые победы, но они, я думаю, что все-таки являются таким маленьким. Вот более такая длительная перспектива, все-таки вот это доверие, да, оно является очень важным ресурсом, и, ну, враньем доверие, наверное, очень трудно заслужить. Чем тогда можно объяснить, что все-таки снижение, вот сейчас мы видим, там по вакцинации, хотя мы видим, что с момента, когда начался процесс вакцинации, мы помним, когда были по тысяче в день людей заболевали ковидом, сейчас эта цифра упала до 50-70 человек, то есть мы видим, что действительно это дает свои плоды. Вот чем все-таки объяснить упорство людей, которые отказываются вакцинироваться, хотя они видят эту статистику? Может, принесет, может, это не при меня, может, это где-то в другом месте. Ну, серьезно говоря, это, наверное, надо с эпидемиологами обсуждать, но, как и прошлым летом, и сейчас мы видим, ну, такое снижение случаев заболевания, и вместе с вот этим недоверием и неприязнь к политикам, к политике, я думаю, это и создает такой благоприятный фон, что, ну, почему я должен идти? Ну, что, ну, там же, так сказать, ковид становится меньше и меньше, а вакцина, ой, ну, там она какая-то там неясная, там все как-то там быстренько-быстренько, это за одну ночь там что-то там сделали, и сейчас я там должен вот это все принимать. Да нет, нет, это не для меня, это, наверное, как-то вот там принесет. Но, ну, так сказать, с такой, ну, более научной точки зрения, ну, как, ну, конечно, я от этого очень далек, ну, в таком научном смысле, но я все-таки считаю, что то, что у нас сейчас небольшое снижение, ну, почему небольшое, ну, существенное снижение по сравнению с зимой, да, но это только такой, ну, временный, скажем так, успех, который обусловлен вот и летом, и вакцинацией, а вот сейчас, когда распространяется этот, так называемый, индийский вариант, или вариант Делта, который более лепикс заразительный, ну, более, да, ну, я думаю, что вот, я не думаю, я вижу, что происходит уже в других странах, которые, как сказать, идут с каким-то, ну, таким, опережением Латвии, да, потому что там, может быть, эти разного рода ограничения были упразднены раньше, да, мы видим, что вот этот индийский вариант распространяется, и заболеваемость растет, и там уже говорят о четвертой волне, ну, мы, конечно, можем надеяться на то, что в каком-то, так сказать, ну, каким-то чудным образом, ну, так сказать, по щучьему велению, по моему хотению, там, ну, ничего не будет, да, что Латвия как-то останется в стороне, но как-то нам в предыдущие вот эти волны это не удавалось, и поэтому я не понимаю, почему это нам удастся сейчас, так что я думаю, что спасение утопающих все-таки делал самих утопающих, и, ну, насколько мне известно, там, от этих вакцин ни у кого там вторая голова не выросла, третья рука не появилась, так что я думаю, что все-таки вот как для каждого человека индивидуально, так и для общества вместе взято, все-таки это очень важный шаг, так как если там опять надо будет там решать, вот кому давать, кому не давать кислород, ну, это будет уже более, так сказать, ясной ситуацией и более ощутимой проблемой не сейчас там думать о том, там, ученые там что-то там состряпали, или все-таки это что-то серьезное. И вот на такой немножко тревожной ноте мне показывают, что время нашей программы уже завершилось, я напомню, что с нами на прямой связи был профессор Латвийского университета, политолог Янис Икстенс, мы говорили как о проблемах вот интеграции в мировую науку, в английском и латышском языке, так и вот о разобщенности власти и народа, как эту разобщенность преодолеть. Спасибо вам большое за интересную беседу, и хорошего дня, до следующей встречи, до свидания. Продолжение следует...